Марьяна Ро родилась 7 октября 1999 года в Южно-Сахалинске. Российский видеоблогер, актриса и певица. В соцсетях имеет более 20 миллионов подписчиков. Состояла в отношениях с видеоблогером Иван Гаем. В настоящее время близка с рэп-исполнителем Фейсом. Марьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Дмитрий. Я должен признаться в самом начале нашего интервью, что я был глубоко темным, необразованным человеком. Я не знал, кто вы. И узнал об этом, когда вы мне написали в Инстаграм, чтобы я вам прислал футболку. Ну как же, нет, нет, не чтобы вы мне прислали. Я спросила, как возможно ее купить. Ага, да. Ну я посмотрел сразу, кто вы, и понял, что нужно прислать. Вы ее носили хоть раз? Да, конечно. У меня куча тиктоков я сняла в этой футболке. Да вы что? Конечно. Все смотрели только на меня. Я не сомневался. Скажите, пожалуйста, а почему вы заказали эту футболку? Ну, во-первых, вы мне очень нравитесь как человек. Вы очень смешной, вы очень похожи на моего молодого человека. Хвалите меня, хвалите. Угу, угу, да. Он такой же просто чудак. Вот. И довольно-таки смешной получился мем вот с этим Барак Обама. Я подумала, что я должна носить эту футболку. Она мне просто необходима. По размерчику хоть? Да, конечно. Я люблю оверсайз. Вот такое, чтобы балахонистое было. Я вам скажу честно, что я сегодня даже красные носки надел, чтобы соответствовать вашему прикиду. Я тоже надела красные носки, чтобы соответствовать вашему прикиду, собственно. Красота какая. Спасибо. Я тоже могу снять туфли, но и так видно. Да давайте. Нет, почему нет? Ну, это интересно. Да. Сочетаемся. Могу понюхать. Я думаю, это излишне. Хотя думаю, что там все нормально. Мне так кажется. Да, у меня тоже. А скажите, пожалуйста, вы в Киеве первый раз? Конкретно в Киеве я... Наверное, раз седьмой, восьмой точно не могу. Ого. Да? Вы любили приезжать в Киев? Да. Мне очень нравятся здесь люди, тут тепло. Ну, не сейчас, конечно, но вообще тепло. А не страшно? Почему? Ну, как? Бандеровцы, фашисты, не? Да, посмотрите на меня. Что, меня разве и будут трогать? Не думаю. Вы родились в Южно-Сахалинске. Все так. На Сахалине. Все так. Красивейшие места вообще. Да. Удивительные красоты места. Что там самое яркое для вас? Самое яркое для меня... Море. Охотское море. Воспоминания с детства. Как мы туда очень часто приезжали с родителями, с друзьями. Купались, загорали. Было прикольно. Узкоколеечка. Что это такое? Узкоколейка от японцев осталась. Железная дорога. Вы никогда не видели ее? Ой, вы знаете, нет. Я слышала от мамы... Это достопримечательность Сахалина. Да. Для меня достопримечательность Сахалина это... Не знаю даже... Наверное, это Краеведческий музей. Потому что... Ну, когда говорят что-то про Сахалин, я сразу... Это море. Это музей, который у нас чуть длиннее в центре города. Очень красивый. Вот. Южно-Сахалинск. Красивый город? Вы уже, собственно, ответили. Ну, как? Ну, он красивый, когда лето. Когда снежная зима тоже достаточно интересна, но так... Ну, так себе захудалый какой-то городишко. Сахалин бывает отрезанным полностью от материка? Зимой во время снега в особых, в юг, нет? Ну, вообще бывает, когда прям там какие-то жесткие метели. Порой даже, ну, отменяет все рейсы. То есть, на самолете туда никак не попасть. Красной икрой с детства вы объедались? Угу. Вкусная икра? Да. Моя любимая – это икра кижуча. Ух ты, а что это? Мелко-зернистая такая, очень вкусная. Вкусная? Да. Я вам как-нибудь привезу. У нас будет обмен. Вы мне гордон на палочке, я вам икру. Я вам еще новую футболку добылю. Благодарю. Спасибо. А я о семье вашей хотел спросить. У вас старший брат Мирослав, да? Да. И младшая сестра с таким именем Моресия. Моресия. А что такое Моресия? Есть мужское имя Морес. Угу. Есть женское, как, Маруся. Но мама посчитала, что она вот хочет как-то выделиться. И назвала дочку Моресия. Чем родители занимались? Занимались? Да. Отец всегда занимался машинным бизнесом. С Японии покупал на аукционе какие-то поддержанные авто. Новое и перепродавал на Сахалин. Этим многие занимались. Ну да. А мама, ну у нее когда как. Когда она там где-то магазин откроет вещи, продает. Когда она там что-то просто так распродает. Что-то из своего. Ну чем-то таким, в общем, занимается. То есть никогда ничего такого определенного у нее не было. Как вас воспитывали? Вопрос. Воспитывали вообще. Меня не воспитывали. Ну да. Ну как воспитывали? К сожалению. Так как вся семья была в достатке. Было очень много денег. Иногда было так, что... Что такое очень много? Ну очень много это когда, ну... Мой папа мог позволить себе купить, не знаю, там... Очень много квартир. Ну... В Южно-Сахалинске? В Южно-Сахалинске, да. Но там очень дорога недвижимость на самом деле. Очень много это 5-10? Ну и 5, и 10. Ну просто... Приятно поговорить с богатым человеком. Я не думаю. Но просто в какой-то момент все просрали. Как? У папы появилось дикое желание налево-направо ходить. А всякие молодые простепомы... Ну что им нужно от взрослого мужика, да? Когда у него... Ну какая любовь? Какая такая любовь? Ну да. Все хотели очень много денег. Папа давал и то, и другой. Добрый? Ах. Ну дурачок. Просто. Так. Вот. И... И машины, бизнес как-то тоже... Ну ничего с ним не произошло. Все рухнуло просто. Вы папу прокляли? А я-то что? Почему я? Наследница. Мне кажется, это моя мама. Прокляла? Да. Да. Часто. И неоднократно, да? Да, да, да. Часто кричала на него. Будь ты проклят. Вот это все. Вы видите, как не сговаривались. Ну да. А как меня воспитывали? Ну вот никак меня не воспитывали. Я там что-то... Мне не нравится. У меня уже какой-то такой... Ну я уже подросток. Что-то там как-то... Выскажу свое мнение. Мне затыкают рот. Я плачу. Мне плохо. И... Ой, ладно, все, успокойся. Вот на тебе денег. Это неправильно. Я не хочу, чтобы... Когда у меня серьезные, казалось бы, такие вещи начинают задвигать, ну я сижу вот так вот в этой кепке. Ну да ладно, не суть. Я не хочу, чтобы... Когда мои дети будут... Ну когда у них будет какое-то уже свое мнение. Когда они уже чуть-чуть там повзрослеют. И скажут мне, мама там, вот это не так, то не так. Я хочу вот по-другому. Я не... Мне бы не хотелось, чтобы я заткнула своему ребенку рот, просто вот сунув ему купюру какую-то. Это ужасно. Разве нет? А как вы учились? В начальной школе в России. Поначалу все было очень круто. Мне казалось, боже мой, призвание учиться в школе. Всю жизнь буду учиться. Но в школе очень часто меня как-то пытались унизить одноклассники. За что? Тогда я не понимала, за что. Дочь богатых родителей? Ну, скорее да. Очень часто воровали мои там какие-то школьные принадлежности, потому что они всегда были японские. И для них это было как, ну, в диковинку, что ли. Все хотели, чтобы это было их. Ну вот. Плакали? Плакала, да. Приходила домой, говорила маме, что я не хочу жить, а мне там 8 лет. Это стрёмно всегда, когда 8-летний ребенок говорит, что он не хочет жить. Вот так вот. 9 лет вам было, семья переехала в Японию. Удивительная история. Как это произошло? Ну, папа всегда был тесно связан с Японией. Там еще в 90-х они туда-сюда ездили. А окончательно, да, я переехала. Ну, когда мне было лет 10, где-то 11, мы решили, что я должна буду учиться в японской школе. Потому что, ну, в русской как бы, ну, не задалось. Ко мне такое странное отношение. И я как-то особо... Плюс пеналы воруют. Ну, да, ужасно. Я уже особо не хотела появляться в этой школе. Я помню последние вот капли, наверное, была ситуация, когда я пошла в уборную с девочками. Я думала, что вот мы там подруги. И все же подруги ходят вместе все в туалет. Я пошла в туалет. Меня что-то там сфотографировал кто-то, сидя на этом ужасном просто, не знаю, корыте. И показывали моим одноклассникам, там, в частности, мальчику, который мне очень нравился, эту фотографию. Мне было неприятно. Я просто собрала свой этот рюкзак и ушла домой. Это вот последний раз, когда я была в русской школе. Это вот был четвертый какой-то такой класс. Вот и все. Я сказала маме, сказала, что все, это последнее, я больше туда не вернусь. Категорично. Да. Потом я уже училась в Японии, уже в японской школе. Все отлично, все здорово. К моей маме приходила учительница, мой классный руководитель из русской школы. С участковым говорили, что где ваша дочь? Вы вообще в курсе, что она скитается? Моя мама просто такая, как? Она живет, учится в Японии. Где она скитается? Вот так вот. Интересно. Вы хотели поехать в Японию учиться? Вот когда вам родители сказали, мы едем в Японию. Ваши ощущения какие были? Ну, я хотела всегда и мечтала жить и учиться в японской школе. Мне было это очень интересно. Ну, был такой страх. Боже мой, а как ко мне там будут относиться? А что, если все повторится, как и в русской школе? Своруют что-то, да? Да, да, да. Ну, нет, все на самом деле было хорошо. То есть все достаточно лояльно ко мне отнеслись. Все помогали мне. При том, что я владела тогда только здравствуйте, до свидания, как меня зовут. И все. Какой город в Японии, в котором вы обосновались? Это, получается, северный остров Хоккайдо. Город О-Тару. Это портовый город. Небольшой? Небольшой. Там маленькое вообще население. Там... Почему именно этот город? Потому что он портовый, и оттуда всегда... Вот там были связи. Да. Оттуда всегда машины папа отправлял на Сахалина, поэтому этот город. Не могу сказать, что правильно он поступил, что именно там обосновался. Ну, ладно, как получилось. Но вы поездили по Японии? Были в крупных городах, в Токио? Конечно. Но объездила я уже Японию, будучи вот 18-летним человеком. Хорошая страна? Хорошая страна. Очень красивая, очень интересный менталитет. Но жить там, будучи русской, и при этом как-то, ну... Не хотеть жить по их правилам сложно достаточно. Очень сложно. Даже вот моя сестра, она родилась в Японии, она ходила там в садик, сейчас в школе. Гражданка Японии? Нет. У них нет такого, что если ты там родилась, тебе сразу гражданство, как в Америке. Нет, такого нет. Но даже ей тяжело. Ее очень часто травят в школе. Учителя, 50-летние мужики, каждый удобный случай, ну, там, история какая-нибудь, связанная с курилами, они начинают учителя тыкать в нее пальцем и говорить. При том, что, ну, одноклассники вроде это все понимают, то, что, как бы, это вообще стремно, то, что он поднимает эту тему. Ну, как она мне рассказывала, он ее однажды тыкает в нее пальцем и говорит, вот посмотрите, Мореса, да, она, как бы, с вами с самого, там, детства, с садика, вот, там, школа, все такое, но она никогда не станет как мы. То есть она никогда не будет понимать японцев на все сто процентов. Ну, это же очевидно, что она русская, то, что она никогда не будет сто процентов понимать культуру другой страны, даже если она там родилась. Японский язык вы знаете? Да. Хорошо? Да, достаточно, чтобы там обитать. Ну, скажите что-то по-японски. Потрясающе. Да, спасибо. Что вы сказали? Я сказала то, что я чуть-чуть стесняюсь. Да, каждый раз, когда меня просят что-то сказать на японском, я как-то мешкаюсь. Родители, брат и сестра до сих пор живут в Японии? Мама сейчас находится в Москве, папа, брат и сестра, они, да, они в Японии. А как папа обходится, есть ли там простепомы? Отец сейчас, я, ну, как-то мы особо не общаемся, такой настал какой-то странный период. Он очень часто держит связь по всяким там Вайбер, Ватсап, он общается с кем-то. Когда не было еще коронавируса, этого пандемии, он куда-то летал с ними везде там. Бали, вот это вот все. Вот. Он восстановил немножко финансовое состояние? Хм, нет, не особо. Правда ли, что в свое время вы вычеркнули из жизни родного брата и больную мать? Дорогие друзья, если человек без чувства юмора, это беда. А если он не способен иронизировать над собой, это трагедия. Я отношусь к себе с большой долей иронией и иронизирую над собой достаточно часто. В последнее время тысячи людей и в Ютубе, и в Инстаграме, и в Фейсбуке просят меня сделать мерчи Дмитрия Гордона, сувенирную продукцию. И я решил не отставать от целого ряда моих коллег и сделать магазин мерча, который называется Гордон Шоп. Что вы сможете приобрести в этом магазине? Всевозможные предметы, которые я вам сейчас покажу. Например, сейчас, во время пандемии, очень важны и актуальны маски. Маска надевается вот так. Можно носить. Гарантирую, уши не оттопырятся. Наски, которые называются стиль Гордона. Вот они. Раз, два. Очень популярные в нашем магазине. Футболка. Традиционная. Вот такая. Я тебе, кадык, вырву с***. Это я не вам. Это такая футболка. Еще одна футболка с такой же надписью, но уже белая. Вот такая. Эта футболка вообще замечательная, моя любимая. которая называется «Без затей». Барак Обама. Это классическая футболка, черный цвет. С моим изображением. Точно такая же футболка белого цвета. Вот так. Вот. В магазине мерчи будут широко представлены книги, которые я написал. Эти книги из тех, которые остались, у меня уже вышло 57, чтобы не соврать. Да, 57 книг. Я сейчас дописываю 58-ю. И на этом книгами заниматься перестану. Вот я вам сейчас покажу вообще две книги, которых еще не видел никто. Они только вышли. Вот одна. Называется «Свет в конце тоннеля». Как бы его хотелось увидеть. И вторая, которая называется «По душам». Если настроение у кого-то будет плохое, ее можно называть «По душам». Книги и эти, и ряд других книг, которые еще остались, я буду подписывать, делать автографы и дарственные надписи для тех, кто захочет их приобрести. Есть у нас еще вот такой пакет. Дмитрий Гордон. Пакет очень красивый, двухсторонний. Есть у нас новинка такая. Птичье молоко. Гордон в шоколаде. Хит-продаж. Сейчас во всех магазинах, крупных сетях. Ну, просто хит. Вы знаете, это то, за что не стыдно. Это конфеты птичье молоко, сделанные из натуральных продуктов, по всем старым, еще советским ГОСТам. Это настоящий шоколад, это настоящее птичье молоко. Я вам скажу, еле удерживаюсь от того, чтобы не съедать такую коробку каждый день. Съедаю по полкоробки. Невозможно оторваться. Я твердо знаю, что тот, кто закажет себе в магазине нашем одну хотя бы коробку, две, он не сможет потом от этих конфет отказаться. Потому что по сравнению с ними, все остальное намного хуже. Ну и, наконец, хит сезона. Это чашка, которую я вам покажу отдельно. Там надо провести целый ряд нехитрых манипуляций. Сейчас мы это с вами сделаем. Я даже переоденусь в одну из футболок, чтобы было нагляднее. Друзья, заходите в Гордон Шоп, покупайте все, что сердцу мило. Мы вас ждем, мы вас не подведем. Вы останетесь довольны. Ну что, друзья, и теперь, наконец, хит-продаж. Чудо-кружка. Берем кипяток из термоса, наливаем его в кружку. И смотрим, что произойдет буквально на ваших глазах. Терпеливо ждем. Ждать недолго. Ну вот, собственно, и все. Правда ли, что в свое время вы вычеркнули из жизни родного брата и больную мать? Ну, не могу сказать, что она прям больная. Мне кажется, мы все... Нездоровые, да? Немного, да. Но да, я не общалась с мамой, наверное, год. С братом чуть больше. А причина? Никто не хочет понимать друг друга. То есть я не понимаю их, они не понимают меня. Разные абсолютно взгляды на жизнь, мировоззрение. Не могу сказать, что я рада, что я восстановила с ними связь. Потому что, ну, мне было бы, наверное, для моей психики гораздо спокойнее, если бы я вообще не общалась, наверное, с ними. Сколько лет маме? 55 я не исполнилась. Она следит за вашими успехами? Да. Что она говорит? Ну, а что она может сказать? Молодец. Ну, гордится вами. Да я ж откуда знаю. Наверное, она должна была ответить на этот вопрос. Почему вы стали блогером? Первое желание – это было помощь родителям. Такой трудный период для них. Но это неправильно. Когда ребенок, 14-летний, хочет помочь своим родителям, когда у тех проблемы. Я думаю, что родители не должны как-то впускать в эту всю их чашу проблем с свое дитем. Вот. Ну, а потом мне уже просто очень как-то понравилась эта вся движуха, скажем так. Ну, вы изначально хотели заработать деньги на блогерстве? Да, конечно. Вы понимали, что это можно? Конечно, да. Сколько вы хотели денег? Ой, как можно больше на тот момент я хотела. Ну, вообще, первые свои деньги я заработала, конечно, не с Ютуба. А с чего? Ой. В 9 лет где-то я сделала сайт. Ну, там, про всякие японские товары. Мне отец помогал. В 9 лет? В 9 лет, да. Мне отец помогал, чтобы я... Ну, как вот, я беру заказ, мне там пишут на почту. Как сейчас, помню, я ищу всякие там синонимы более такие, как мне казалось. Какое-то супервзрослое слово. Напишу-ка я его. Ну, там искала синонимы. И общалась с клиентами на почте. Они там говорили, вот, хочу пылесос, такой-то, такой-то. Я такая, да, окей, хорошо. Вот будет столько-то стоить, вот столько доставка. И мне отец помогал. Мы отправлялись с ним вместе. Вы нормально уже зарабатывали? Я свои первые где-то 100 тысяч рублей заработала вот благодаря этому сайту. А что, когда ребенок зарабатывает вот уже приличные деньги, он чувствует? Ну, я тогда чувствовала, что я супер повзрослела. Я прям вот, я уже самодостаточный человек, я уже могу жить одна. Я даже строила планы, что когда мне там исполнится лет 14-15, я вот сниму себе квартиру, подзаработаю еще, чтобы прям вот супер обеспечивать себя. Ну, а потом как-то я погрузилась в школьную рутину, там, подружки-неподружки, вот это все, и забила на этот сайт. И все. И вот в 14 лет как раз ко мне пришел YouTube-канал этот. Ну, точнее, я к нему пришла. Кто подсказал вам назваться Марьяной Ру? Да никто, я сама решила. Я просто сначала я называла себя как какая-то там Марьяна Чойс, еще что-то. Короче, вот, а потом я решила, что а почему бы мне просто не отрезать там свою фамилию, вот только, ну, я, Рожкова, да, и оставить только Ро. Поначалу я думала, что это прям ужасная идея, даже вот я уже выпустила там кучу видео, и мне всегда казалось, что это странно звучит, еще люди это неправильно произносили. Я, когда вот называла себя Марьяной Ро, я думала, что люди будут меня называть как Марьяна Ро, типа как Арбонара. Но прижился вот этот вот вариант с Марьяной Ро, да. Вы сегодня один из лидеров русскоязычных сегментов Ютуба. Вы сами нащупали, каким должен быть контент, или кто-то подсказывал? Да никто никогда не подсказывал. Все, что мне нравится, то, что, ну, все как бы, чем я живу, то я и делаю. Вот мне нравится петь, я пою. Мне нравится снимать какой-то контент, я снимаю. Мне нравится танцевать, я танцую в ТикТок. О чем вы рассказываете в своих блогах, как правило? Чаще всего, вот последние, наверное, несколько лет я начала затрагивать тему феминизма. Начала затрагивать вообще, ну, мне очень часто пишут девушки, что там, Марьяна, помоги, вот мне там 17 лет, у меня очень маленькая грудь, все надо мной смеются. И, ну, для меня это никогда не было проблемой, то, что, ну, маленькая грудь, ну, ладно, как бы, все же мы разные. И я стараюсь вот нынешнему поколению внедрить в их мозг, что, а как же индивидуальность? Просто они сейчас все смотрят на всяких вот этих вот Кардашьянов с огромными титьками и задами больше, чем, не знаю, там, планета Земля. Я не думаю то, что вот, если у меня первый размер груди, то это плохо. А почему это плохо? Плохо нулевой. Ну, что же, а, ты сейчас, ой, пойдет. Ну, ладно, да, окей. Так, с 14 лет, насколько я посчитал, может, я не прав, вы в близких отношениях были с видеоблогером Ивангаем. Ой, был такой парень в моей жизни. Он же Иван Рудской. Он из Украины, правильно? Да. Из Киева? Нет, из села Ганевка. Оно. С 14 лет? Ну, как, нет, сколько мне было? Мне было 15 уже. Было уже? Да. Как вы познакомились? В селе? Ой, нет, да, я доила корову, он ко мне подбежал. Как познакомились, я увидела на просторах интернета фотографию его и запостила в прекрасной социальной сети во Вконтакте эту фотографию и написала, ой, какой милый мальчик или что-то такое. Я думала, что, ну, он какой-то не русскоязычный, какой-то там, может быть, американский блогер. А казалось, что нет. Каким же было разочарование? Да, было ли оно? Он мне написал чуть ли не в тот же день, что там Япония уже не в сети, что-то такое, что-то странное. Вот, и как-то... А он странный? Разве нет? Вам виднее? Мне кажется, очевидно. Вы не смотрели его интервью? Честно сказать? Нет. Слава богу. Надо было? Нет, не думаю. Так, чисто ради интереса. Ради какого интереса тоже? Непонятно. Да, он мне написал. Но я уважаю чужой успех всегда. Безусловно. А он успешный парень, правда? Да, это очень здорово. Когда человек имеет успех, значит, априори можем за что-то уважать его, правильно? Ну, конечно. Так, ну-ну. Вот, да. Начался какой-то там диалог у нас очень такой, ну, странный. Ребячества было очень много. И потом, через какой-то промежуток времени, он зачем-то ко мне приезжает в Японию. В Японию погнал? Да. Зачем? Как вы думаете? Это очевидно. Пестик, тычинка, все такое. Так. Ага. И личинка. Она самая, да. Кстати, ела я их у вас здесь в кафе в каком-то... Что-то какой-то там... Китайский привет. И как? Ну, это только в китайском привете можно съесть. А, знаете, вкусно. Вкусно? Да. Как вот самая такая вот поджаренная семечка. Очень вкусно. Причем они все такие. А в Японии суши вкуснее, чем у нас? Ну, вы что такое спрашиваете? Конечно. Очевидно. Очевидно. Вкусная кухня, да? Да. Вот реально вкусно. Если вот брать по странам, да, где самая вкусная еда, это вот на первом месте у меня идет Япония, на втором это Россия. Россия, страны СНГ, вот это все прям... Вы системно двигаете кепку, в следующий раз надо будет сюда подвинуть. Да-да-да. По часовой. Так, возвращаемся к Ивангаю. Приехал в Японию. Приехал в Японию, да. Бешеные собаки, семь верст, не крюк. Угу. Так. Я писала своим друзьям, что, пожалуйста, напишите ему, я не пойду с ним гулять. Я не буду с ним видеться. Кому-то я даже написала, скажи ему, что я умерла. Навсегда. Да. При том, что я в онлайне как бы. Ну вот. Но я не хотела видеться с ним. Почему? Ну, стрёмно. Взрослый мужик, зачем ты ко мне приехал? Сколько ему было лет? 18 ему было. Взрослый мужик, да. Ну, для меня тогда казалось, да. Обалденно взрослый. Да, для меня тогда казалось, что он прям старик. И что, приехал старик Ивангай? Да, ну, через сколько? Ну, наверное, на второй или на третий день я все-таки крепость Павла. Жалилась. Да. Я увидела с ним, вот. Была очень неловкая встреча, неловкие какие-то разговоры. Вообще было очень все странно. Ну и как-то так вот получилось. Закрутилось. Что-то, да. Понеслось. Чем он понравился? Внешне, наверное. Только внешне. А внутреннее наполнение глубокое там? К сожалению или, наверное, к счастью, я не знаю. Я так и не поняла, какой он на самом деле человек. И где вы встречались в Японии-то? Ну, ходили, просто там где-то гуляли по торговому центру, шастали. Он побыл где-то дней, наверное, 5-6. Уехал. Потом через полгода он вообще переехал. Ну, за эти 5-6 дней вы друг друга глубже узнали? Нет. Нет. Мы сняли коллаборацию. Первым делом. Он сразу предложил. Вот. Это было заманчиво. Ну, мне тогда, если честно, было все равно. Ну, с ними мы или не с ними как-то вообще. Так. По фигу, скажем так. Ну, и все. Как-то. И ничего не было, и он уехал? Ну, да. Не солоно хлебавший. Через полгода он вернулся. Он вернулся, да. И Ван Гай никогда не отступает. Да, это как грибок. Если ты его тщательно не уберешь, он все равно вернется. То есть, он поступил, насколько я знаю, в японский университет, чтобы к вам быть ближе. Да. Вы оценили этот поступок? Ну, сейчас я понимаю, что это довольно-таки... Это очень романтичный, очень классный поступок. Но тогда мне как-то было, ну, прикольно. Ну, все равно. Ну, а что с меня взять? Мне было 15 лет. Как что с вас взять? В 15 лет уже, я думаю, что он знал, что с вас взять. Ну, это понятно. Свои 18. Взял. Да. Влюбил. Влюбил? Ну, да. И увез в Москву? Увез в Москву. Да, все верно. Вам хотелось уезжать из Японии? Нет. Но поехали за ним. Я просто думала, что это будет не так долго. Я думала, что мы, ну, там, на неделе две, там, максимум, может быть, месяц побоем в Москве, и я вернусь в Японию. Домой. Домой. Угу. Вы до этого были в Москве когда-нибудь? Нет, никогда. Даже не мечтала, потому что, ну, мне было как-то все равно на Москву. Какой это год? Это, ну, 15-й год, получается, где-то 15-й, 16-й, что-то такое. Ну, Москва как вас встретила? Холодная, с ужасным менталитетом. Бабки на меня наорали в первый же день, где я, там, в аптеке, что ли, пошла купить себе таблетку от головы. Ну, что-то как-то затерялось. Маленькая девочка в таком огромном городе, большая толпа, там, в аптеке тусуются, всем что-то нужно. И моя очередь подошла, и на меня бабка что-то орет, 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 орет. А я не понимаю, мне нужен какой-то, то ли, адвил, но адвила, наверное, нет в России. Мне нужен, наверное, какой-то, может быть, норофен. И я такая, дайте мне, пожалуйста, норофен. Так бы и сразу сказала, что стоишь и тупишься, что-то такое было. По-доброму? Нет, прямо она наорала на меня. Я же говорю, по-доброму. Ну, по-доброму, да, да, да. Вот, и как-то, и мне не понравилось это. Странно. Потому что, ну да, я привыкла, то, что в Японии все, ну, даже если это все как-то, ну, искусственно, то все вежливые, как бы, они никогда не будут кричать на тебя. Все будут стараться тебе помочь. А тут какая-то бабка орет на меня в аптеке вообще. Я подумала, жесть. Очень круто. Вот, и все полгода, когда я жила в Москве, я плакала, я приходила там после каких-то съемок, я плакала. Я плакала во время съемок, в общем. Было грустно, на самом деле. Я очень хотела домой. Поразительно. Поразительно. Москва – огромный город, где есть куда себя деть. Театры, кино, тусовки. И все не прельщало. У меня до сих пор не интересны вот эти всякие ни тусовки, ни кино. Кино, вино и домино. И домино. Да. С Ивангаем были искренние отношения или это был коммерческий ход? Конечно, все было. Искренне? Ну, да. Это была любовь? Вы планировали что-то? Вы хотели жить вместе? Или что вы думали тогда? Как и, наверное, может быть, любая или большинство маленьких девочек. Я думала, что любовь – она как? Раз и навсегда. Разве не так? Смешной вы человек. Я до сих пор так думаю. Ну. Вернусь к Ивангаю. Я очень люблю, по сей день я фанат Дисней, фильмы, мультфильмы. Я думала то, что вот мне должен подарить первый поцелуй принца, и все. Я буду с ним на всю жизнь. Я как бы отдамся ему сполна. И, ну, я, если честно, не могу сказать сейчас то, что я прям любила этого человека. Наверное, скорее, это все-таки была такая привязанность. И за счет того, что человек старше меня, я как бы еще немного думала, что он как вот для меня папа может быть. Вот. Ну, да, такая была влюбленность. Было весело, было здорово. Почему вы наглотались таблеток? Каких таблеток? А, в интернете есть, да. Все, я поняла про что бы. Кстати, каких? А, не помню. Что-то... Ну, рафена все того же нет. А что-то, да, что-то такое. Ну, тоже от головы. Потому что, ну, у меня мигрень, и я часто пью таблетки от головы. На самом деле, ничего не помогает, но живем. Оп-оп, живем, как говорится. Каких таблеток я наглоталась? Ну, да, я наглоталась. Ну, не могу сказать, что прям наглоталась. Ну, там, наверное, таблеток пять-шесть. Ну, я, ну, чуть ли не сразу же поняла, что что-то как бы не туда, не в ту степь. И нужно с этим что-то сделать. А они уже внутри. Я старалась их как-то вырыгать. Но что-то не получалось. И я еще закрылась. Мама там кричит, звонит моему брату. Я в шоке полном, ну, в панике. Не знаю, как-то... Вроде надо открыть дверь, потому что мама там что-то орет, стучит. Вроде как-то мне нужно вырыгать эти таблетки, но ничего не получается. А вы какать не пробовали? А как же, если они только зашли? Так. Я же не утка. Брат выламывает дверь. И что-то мне они начали... Воду вроде. Да, воду протягивать. Я начала много пить воды. И тогда они уже вышли у меня эти таблетки. Вот. Почему вы их наглотались? Не хотела жить. Очевидно же. Почему? Сложно. Меня никто не понимал. Да и по сей день меня не понимает. Но это ладно уже. Плюс еще... Как я думала? Любовь всей моей жизни меня покинула. Он уехал в Киев. Он бросил меня. У меня нет ни денег, чтобы оплатить квартиру. У меня... Он не дал денег? Ну, я тогда уже как бы зарабатывала сама. Ну, просто на тот момент мне не пришли еще... Не пришла моя зарплата. Вот. Да, он просто... Он сказал, я в магазин. Но он уехал в Киев. Он уехал в Киев. Он, может быть, поехал в Киев в магазин? Может быть, да. В Сельпо. В Гулливере. Да, да, да. Не уточнил, куда просто. В какой город. Да, да, да. Вот. То есть, он просто вышел из дома, сказал, я в магазин и все? Угу. Тоже любопытно? Угу. Вот так. Вот такие вот дела. В общем, они меня все взбесили. И молодой человек, и брат, и мама. Я всех начала ненавидеть. И просто хотелось так сдохнуть. Ну, вот. А что меня еще держит здесь? Меня все бросили. Все меня не понимают. Могли умереть от того, что выпили? А черт его знает. Наверное, нет. Было бы какое-то, ну, отравление, понятное дело. Но умереть, наверное, скорее нет. А почему с Ивангаем расстались в результате? Не сошлись характерами. Почему расстались? Ну, наверное, и я, и он уже давным-давно хотели это сделать. Просто как-то вот не получалось. И тут вот, приехав в Киев, он начал тусоваться с друзьями. Там были у них очень веселые дни. И он что-то там разговаривал по телефону. Мне хотелось внимания. В итоге я этого внимания недополучила. Кинула телефон. Он подумал, что вот, нужно за это зацепиться. И слава богу, что он зацепился за это. Мы в итоге как-то там повздорили, побили друг друга. И вот разошлись просто. Я уехала, пожила три дня где-то. Благо тогда был мой друг здесь, в Киеве. Я уехала к нему на три дня. И просто потом мне присылает сообщение наш с Ивангаем друг, что вот он купил тебе билет. Вообще даже не в мой город купил. Непонятно как. Я там двое суток летела. Чемодан я тебе привезу. Ну, друг пишет. Чемодан я тебе привезу в аэропорт. И как бы все, улетай. Я такая смирилась с этим. Окей. В чемодане не было особо моих вещей. Там пару носков. Трусов и все. Все остальное осталось. Эти носки были, не? Да, кстати. Просто память я храню. Бережно отношусь. Вы сказали побились. В каком смысле? Ну, мы часто дрались друг с другом. Дрались? И вы дрались? Да. Били Ивангая? Да, было дело. По лицу, по корпусу, не? Ой, и по лицу, и по рукам. Как только не было. И он вас бил? И он меня бил, конечно. Сильно бил? Сильно бил. Ну, как бы во мне не так много сил. И понятное дело, что мы не будем 50 на 50. От него всегда было гораздо больше. Кулаками бил? Ну, а как только не было. Там по-разному вообще. Ногами? Ну, ногами нет. Ногами не было. Видите? Он все-таки нормальный парень. Да. Слушайте, а как можно девочку бить вообще? А как можно ее бить? По системе пошли. Правильно. Так. Ну, на самом деле, сейчас я понимаю, что скорее у него это все идет как бы из детства. Я так понимаю, что его били, наверное, родители, скорее всего. Потому что он мне рассказывал, что там в школе у него не было друзей, там были какие-то куча проблемы. Он любил избивать свою игрушку, приходя в комнату. Там какой-то тигренок у него был. И человек это все не проработал с психотерапевтом. И с тигренком. Да, да, да. И это все пошло дальше. То есть, как бы он начал уже задумываться о том, чтобы вот бить людей. Он с прибабахом немножко, да? Да, все мы с прибабахом. А скажите, почему вы от него не ушли сразу после того, как он вас избил первый раз? Вы знаете, я пыталась. Но всегда это как-то заканчивалось не очень. И поэтому это как жертва возвращается к своему насильнику. Кровь была? Нет. Да крови не бил? Нет. Были синяки только. Никому не хотелось пожаловаться маме, папе? Нет. Я тогда считала, что я сильная, я совсем справлюсь. Зачем мне кто-то? Мне не нужна ничья поддержка, ни помощь. А характеризуйте его, пожалуйста, Ивангая в двух словах. Что это за человек? Сложно. Сложно. Даже не знаю. Но он странный. Он странный, со своими какими-то тараканами. Да все мы. С личинками. Не говорите мне про еду. Вы интервью Ивангая с Юрием Дудем, вернее интервью Юрия Дудя с Ивангаем смотрели? Смотрела что-то там в районе семи минут и то, не по своему желанию. Есть у меня один мой хороший друг. И он любит просто вот что-то там пощекотать. Я пришла к нему в гости, и он такой смотрела. Я такая, нет, не смотрела. Уна, смотри. И сидит, и смотрит на мою реакцию. Ну а мне как-то не особо было интересно. Да и я просто, ну, смотрев на него в этом интервью, было ощущение, что, блин, чуваку нужна помощь, но он этого не понимает. Ну, понятное дело, он как бы и не поймет это. Психологическая помощь? Угу. Да. Три с половиной года назад вы стали встречаться с известным рэпером Фейсом. Угу. Как вы познакомились? Ну, он что-то там мне писал где-то в Твиттере, в Инстаграме. Посвящал мне какие-то свои альбомы. Вот. Ну, как-то... Вам это понравилось? Ну, конечно. Я подумала, что, ой, прикольно. Кто-то меня любит. Ну, и да, и начали общаться. Женщине важно, чтобы ее кто-то любил? Да, мне кажется, всем важно, чтобы его любили. Женщине важнее, чтобы любили ее, чем если бы любила она? Не знаю, как всем, но мне, да. Вам важнее, чтобы любили вас? Угу. Какая вы эгоисты? Да. Первая встреча с Фейсом, вы ее помните? Помню. Вы пошли против часовой. А, да, точно. Извиняюсь, Сильвупле. Так. Пердонте, как говорится. Пердоним. Да. Первая встреча. Он опоздал на три часа. Я была... Красиво. Да что вы. Вы ждали? Уже нет. Так. Я была в ярости. Какая же в ярости? Ну, такая. Какая такая? Ну, такая. Знаю. Ну, я не подавала виду, на самом деле, то, что я там как-то супер злюсь. Я просто вышла уже в пижаме, в полудреме. Намывшись. Такая у меня была шевелюра. У меня просто свои волосы очень кудрявые. Он дремен, а вы вышли в полудреме. Да, как интересно. Не то слово. Так. Вот. Опоздал ко мне, значит, на три часа. Еще сам зайти как-то не смог. Охранник там его не пропустил. Он сказал, выйди встреть меня. Я такая, да что ж такое-то, господи. Ну, уже интересно. Нестандартный подход. Да. Да. Ну, я встретила его. Все. Мы зашли в квартиру. Он начал вываливать кучу сладостей. Говорит такой, вот я это украл. Я такая, боже мой, как украл? Зачем? А я сладости вообще не ем. И я подумала, что, ну, прикольно, конечно, но лучше бы ты каких-нибудь, не знаю, котлет принес. Вот. Очень долго разговаривал он, не я. Четыре часа монолога у него был. О том, какая плохая жизнь, как ему плохо живется. Оказалось потом еще, что в перемешку его истории с историями его отца и деда. Какие-то там вообще небылицы. Небылицы. А я сижу, слушаю. Вроде интересно. А вроде что-то непонятно. Как будто какие-то, ну, сказки. Ну, я подумала, что какой странный чувак. Наверное, дружить будем. Вот. Но вам к странным не привыкать. Да. Ну, я сама, потому что такая, знаете. Да. Я люблю такое сегодня какое-то. Вот. Я же с Японии все-таки как-никак выросла. Вот. Ну, и что-то как-то слово за слово. Он там уже в грустную какую-то тему его повело. Я начала его успокаивать какими-то тоже бреднями своими. Он там что-то рассмеялся. Ну, и все. В итоге до 10 утра он у меня сидел. Спать хотелось ужасно. Поцеловались? Нет. Вы ждали, что он останется? Что? Куда? У вас. Что мы будем там что-то это? Ну, конечно. Нет. Нет. Мне вообще это по сей день неинтересно. Мы к этому еще подойдем. Да что вы? Да. Окей. Хорошо. И что вы для себя поняли, когда он ушел? Странный чудак. Дружить, наверное, будем. Не уверена, что что-то будет у нас с ним любовное, взрослое, интимное. Но дружить можно. Я люблю таких. У Фейса и у Ивангая отношения есть? Они чуть не поженились, да? Ну, нет. Нет. Они никогда не общались. Вам было бы интересно наблюдать со стороны их встречи? Конечно. Конечно, да. Как вы думаете, какой бы она была? Комичный. Мне кажется. Фейс не хотел побить Ивангая после того, что вы ему рассказали? Нет. Ну, что он, насильник, что ли? А вам бы хотелось, чтобы он его побил? Нет. Замуж за Фейса вы собираетесь? Ну, я не могу знать, что будет дальше. Ну, вообще, было бы прикольно посмотреть, как они все... На эту семью со стороны, да? Да, да, да. Такие. Два непонятных персонажа. Воссоединились. Лёлик и Болик. О, вы даже такое знаете. Конечно, конечно. Что произошло, когда вам был один след, и вас испугал какой-то мужчина? Что это было? Когда он мне пысюн показывал? Да. Да, на самом деле, это было очень стрёмно. Это в Японии было или в России? В Японии? Ух ты. Да, там много, на самом деле, придурков хватает. Да, я что-то там разглядывала, смотрела в магазине, ко мне просто подходят. Ну, я краем глазом такая смотрю и вижу, что что-то он там замешкался, что-то достает. Вот, я поворачиваюсь и вижу просто Херсон. Николаев. Он сам. Я была в шоке. Я была в шоке, я сразу же побежала к отцу, говорю, что вот так и так. Он не поверил. Он не поверил. И самое ужасное в этой всей истории, наверное, не то, что мне писюн показали, а то, что мне отец не поверил. Вот по сей день я как-то не могу с этим ужиться. Писюн вас напугал? Ну, как бы я... Или он был не такой, чтобы напугать? Ну, я как бы и до этого видела там на уроках, как он выглядит, это все. Но не могу сказать, что он меня прям напугал. Ну, было отвращение к мужчинам еще какое-то долгое время. Даже вот когда я была с первым молодым человеком. Как-то не тянет вообще ни оно. Ни алло. Ни алло, да. Алло-малло. Вы признались, что в постели ничего не чувствуете, и вам не нравится заниматься любовью. До сих пор? Уже не уверена. Так. Но именно вот когда головка полового члена входит и выходит, вот тогда, ну, действительно, я не знаю, что это такое. Я не понимаю, как можно от этого как-то брыкаться, что-то охать, ахать. Мне кажется, что это какие-то, ну, выдумки все для коммерции вот в порнухе. Понятное дело, что клиторальный оргазм, он есть. И счастлив тот, кто это опознал. Да. Да. Ну, вот. Ну, как бы, ну, особо меня это все равно не интересует. Я могу и спокойно жить без этого. Вам секс не нужен? Ну, я хочу детей, и понятное дело, что мне придется. Обреченно вы как-то сказали. Да. Да нет, это забавно на самом деле. Прикольно, когда вы соприкасаетесь с любимым человеком, и у вас такие, ну, вы чувствуете друг друга. Это вас, да, сближает. Это здорово. И все. Да. Не могу, ваша лысина, я сразу думала о головке полового члена. Все. Видите, какие ассоциации? Да. Но это вас все равно не возбуждает, я вам хочу сказать. Нет. Да. А в прошлом году вы объявили, что вы пансексуалка. Да. Это как? Мне все равно, как бы, мужчина, женщина, трансгендер. Мне важен сам человек, какой он внутри. То есть, мне важен очень характер. Я люблю веселых людей. Я люблю, чтобы меня там, не знаю, неважно, женщина, мужчина, чтобы умел меня рассмешить. И даже, когда мне супер грустно, вот, Иван умеет это сделать. И это вообще замечательно. Это вот лучше всяких там плотских утех. Хорошее слово. Плотские утехи. Скажите, с женщиной вы пробовали заниматься любовью? Нет. А мне это неинтересно вообще, в принципе. Ну, что когда-нибудь? У меня же сейчас молодой человек. Если вдруг что-то пойдет не так, я откуда знаю. Может быть, что-то у меня и будет. Я не знаю. Вы обнаженные позировали? Разве? Пишут. Врут. Скажите, пожалуйста, вот вам иногда говорят о том, что вы стали такой популярной благодаря Ивангаю. Это так или нет? Я думаю, наши отношения в принципе как-то, ну, помогли стать нам популярными блогерами и ему, и мне. Потому что всегда интереснее наблюдать за, не только за одним человеком, за двумя, за группой. Почему в Азии очень популярно, когда в группе даже не 3-4 человека, а есть такая группа AKB48, там, 48. И причем самая последняя, 48-ая, это даже нереальный человек. Это просто вот как бы программа 3D. И да, было интересно всем наблюдать за нашими отношениями, и как бы статистика росла вверх и у него, и у меня. Ну, не могу сказать, что там он ко мне пришел, когда у него было уже 20 миллионов подписчиков, а у меня там был только один подписчик. Такого не было. То есть, и у него была аудитория достаточно большая, и у меня уже на тот момент. Сегодня в Инстаграме, Ютубе и ТикТоке у вас 20 миллионов подписчиков. Ну, это если прибавить, да, везде? Да. А фантастическая цифра? Согласна. Фантастическая. Скажите, пожалуйста, звездой вы себя ощущаете? Честно? Честно. Нет. В 15-16 лет, когда у меня там только был миллион подписчиков на Ютубе, да, я думала, что капец, меня знает, наверное, весь мир. Но нет, сейчас нет, я себя как бы не ощущаю звездой какой-то. Звезда для меня, ну, в моем каком-то понятии, не знаю, наверное, звезда для меня это Алла Пугачева. Вот она звезда, как бы ее знает весь мир, там ее знают артисты. Русскоязычный мир. Ну, почему же? Нет. Ее как бы знают и в Америке тоже. Ну, при всей моей любви к Алле Борисовне все-таки нет. Ну, понятное дело, что не прям так, как Майкла Джексон, прям весь мир знает, но все-таки. Ну, нет. Ну, какая я звезда? Ну, вы понимаете сегодня, что русскоязычный мир, это 300 миллионов, грубо говоря, да? У вас 20 миллионов подписчиков. Ну, это же... Ну, это если прибавить все-таки, да? Ну, у вас, вы думаете, есть повторение, да? Ну, конечно. Безусловно. Хорошо. Такое количество подписчиков накладывает на вас особую какую-то ответственность? Да. Да. Какую? Ну, прежде чем что-то опубликовать в своем инстаграм, написать какой-то там текст в историю... Вы думаете? Ну, конечно. Я стараюсь ничего не говорить про какие-то там, про свои суицидальные мысли, потому что я понимаю, что большинство как бы с неокрепшей психикой, и они... Извините, у вас до сих пор есть суицидальные мысли? Да, конечно. До сих пор? До сих пор. Буквально вот неделю назад я нылась своему молодому человеку, что все, я не могу так больше жить, хочу вскрыть себе вены. Но это никогда не доходит прямо до какого-то серьезного. Мне нужна помощь психотерапевта, у меня все никак нету времени нормально сходить, пообщаться, рассказать, что у меня там внутри бурлит. А бурлит? Конечно. Слушайте, молодой человек прекрасно есть. 20 миллионов подписчиков суммарно в трех соцсетях есть. И вам еще хочется вены вскрыть. Для полноты счастья, да? Ну, это звучит странно, очень странно. Возможно, да. Возможно, если бы у меня не было вот этой всей популярности, как можно назвать это все, я работала бы просто, не знаю, в каком-то кафе официанткой. Может быть, не было бы столько проблем? Наверное, просто порой мне пишут как бы в комментариях, вот если бы ты работала на заводе, у тебя бы не было бы этих панических атак, ты бы не думала о суициде. Может быть, наверное, не знаю. А панические атаки частые? Они недавно ко мне вернулись, нагрянули так, посучали в двери. Вдруг как в сказке скрипнул. Было неожиданно, потому что они пропали где-то на чуть больше, чем полтора года, наверное. И тут бац. Я так думаю, что это все весна. Это как-то, ну, может быть, связано с погодой. То холодно, мрачно, то солнце светит. И моя психика просто этого не выдерживает. Я еще перестала пить антидепрессант, и я решила, что оно мне больше не нужно. Много пили? Очень много. Очень много, очень долго. Там было четыре препарата. Каждый день? Каждый день. Иначе никак? Иначе я себя била очень сильно, очень было больно, царапала. Панические атаки, как это происходит? Они в основном у меня происходят, когда есть какое-то скопление народу, хотя бы там три-четыре человека. Начинается удушение. Сердце очень часто начинает биться. Хочется закрыть глаза и просто упасть на кровати и не вставать. Хочется чесаться. Очень чешется все тело. И просто становится страшно. Есть ощущение, как будто вот еще чуть-чуть, и, наверное, мое сердце просто вылетит из моего тела, и я умру. Вам себя жаль в такие минуты? Нет, просто страшно. А вы смерти боитесь? Очень. Как вы себе представляете смерть? Ну, я представляю это как вот, как я, когда мне просто никогда, ну, очень редко снятся сны, и смерть я себе представляю именно так вот. Просто я уснула, все черное полотно, я этого не помню, и все, как бы, я умерла. В жизнь после смерти вы верите? Честно, нет. У вас огромная армия фанатов. Как они себя ведут? Все по-разному, все очень разные, и это, на самом деле, круто то, что, как бы, редко, когда повторяются какие-то персонажи. То есть, есть какие-то супер бешеные, есть супер спокойные, есть вообще очень странные, которые могут просто, они тебя увидели на улице, и они идут за тобой по пятам, пока ты вот куда-то не дойдешь, не зайдешь в подъезд. А супер бешеные как себя ведут? Кидаются? Нет, у них какая-то начинается истерика, паника, они подходят. Самый смешной, наверное, мой фанат был, это я сижу в кафе со своими друзьями, мы там общаемся, человек просто проходит и в огромное панорамное окно наблюдает за мной. Он смотрит где-то секунд, наверное, 5-6, потом резко достает телефон, что-то там вот так вот ищет, начинает закуривать сигарету, заходит в это кафе, просит водичку, выходит со стаканом, пьет эту водичку, смотрит на меня вот так вот с дрожащими руками. Потом он осмелился, подошел ко мне, попросил сделать фотографию, и при этом он вот так вот курил сигарету и фотографировался со мной. Страшно. Жутко. Вас узнают везде, где вы появляетесь? Ну, как везде, где вот много русских, русскоговорящих, да, там узнают. Приятно, когда узнают? Вы знаете, когда как. Когда я куда-то тороплюсь, когда у меня плохое настроение, мне не хочется, чтобы меня трогали, но понятное дело, что людям это как бы не объяснишь. Они этого не понимают. То есть, если человек никогда не столкнулся с тем, что вот у него есть какая-то аудитория, его могут узнать. Они не будут этого понимать. Ну, вы же знаете, да, каково это. Откуда? Да. У вас были прекрасные волосы? Были прекрасные волосы. И вдруг вы взяли и на глазах у всех их обрезали. Причем так серьезно. Почему? Я посчитала, что вот мне исполнился 21 год, я должна что-то поменять в своей жизни. Мне наскучили вот эти вот вечно какие-то присутствие волос на моей голове. Я вас так понимаю. Да. Вот. Как сейчас, помню, это 9 октября. Мы только вернулись с мамой на поезде из Питера в Москву. Мы сидели... Вообще это произошло... Я не знаю, так спонтанно все. Так легко было. Так здорово. Мы смотрели, выбирали дизайн ногтей. И тут мне попалась просто картинка, фотография девушки, которая нагло себя обчекрыжила. И все. Я подумала, что вот оно. Мне исполнился 21, я что-то должна поменять в своей жизни. Очко. Дупло. Да, практически. Да. Хорошо. Так, ну и какая вы сегодня? Вы себе нравитесь такой? С этой прической? Да, вот давайте посмотрим. Можно опустить шапочку. Отлично. Не хотите ее выбросить вообще? Кого? Шапочку? Шапочку. Да вы знаете, тут так это... Жарко, думаю, напечет голову. Да. Да, плюс еще я не взяла пудру. Я подумала, что надо взять пудру, но я ее не взяла. Чуть-чуть блеска есть. Вы будете отращивать волосы? Ну, я вот... Ну, как отращивать? Нет прям такой цели, что отрастить до какой-то длины. Ну, вот они растут и растут. Мне все равно. Как вы ощущаете свою популярность? Ну, как я ее ощущаю? Ну, если вот, к примеру... Ну, то вы просыпаетесь утром и говорите себе, я популярная девушка. Конечно же, нет. Чертовски популярная девушка. Нет? Нет. Нет, такого нет. Ну, я понимаю, что если я зайду в торговый центр в какой-то там час пик, когда все дети пришли со школы, все там подростки из университета вышли, я понимаю то, что, скорее всего, что-то добудет. Какая-то мини-фан-встреча такая, да. Вот. И поэтому я стараюсь не ходить в такие места. Ну, не в обиду моим поклонникам, но... Ваша аудитория преимущественно люди какого возраста? Восемнадцать плюс где-то до тридцати лет. Потому что, ну, у меня самой как бы двадцать один, и моя аудитория, которая следила за мной с четырнадцати лет, они вот выросли вместе со мной. Вы много зарабатываете как блогер? Как блогер? Наверное, да. Ну, достаточно, чтобы хорошо... Ну, цифры нельзя говорить, да? Да я просто не знаю, какая это сумма. Но это хорошие деньги? Конечно. Тем более, сколько зарабатывают в месяц все наши граждане, это... Это вау, какая сумма. Вы себя ощущаете богатой? Нет. Ну, что вы себе можете купить? Вот чем вы себя можете побаловать сегодня? Квартира съемная или своя? Съемная, съемная. Вы хотите свою квартиру? Хочу, но непонятно, где я хочу эту квартиру. Непонятно, ну, вообще ничего мне непонятно в этой жизни, на самом деле. Но хочу свою квартиру только лишь потому, что для меня очень важна атмосфера. Мне очень важно, чтобы вот, к примеру, эти обои, да, вот в этой чудной, дивной студии мне не нравятся. Для меня это колхоз. Я их сейчас сорву. Давайте. Да, прямо сейчас. Хорошо. Можно паузу? Так. Вот, да, и поэтому мне бы хотелось иметь свою квартиру только лишь потому, что я могу там сделать все так, как хочу я, как у меня вот картинка есть в голове. Машина? Не нужна она мне. По крайней мере, сейчас. Такси, Убер? Такси не особо люблю, на самом деле. Вот когда теплая пора, у нас сейчас в Москве очень много, сейчас очень популярны вот эти вот скутеры электрические. Я люблю ходить либо пешком, либо это скутер, либо метро, когда очень куда-то опаздываю. Вот просто едете в метро и нормально себя чувствуете. Да, да, да. Ну, понятное дело, что когда там какой-то прайм тайм, куча народу, все друг от друга трутся, немного некомфортно, особенно когда ковид. Вам не нравится, когда у вас трутся? Когда вот эти вот пузатые мужики. Трутся? Неприятно. На что вы тратите деньги? Ой. Большую часть своего заработка я все-таки трачу на свою маму. Потому что, ну, проблемы там есть. Со здоровьем нужно лечиться. А хорошее лечение стоит хороших денег. Вы много путешествуете? Ну, вообще стараюсь, да. Потому что мне очень нравится путешествовать. Если я долго нахожусь в Москве, начинает все на меня это давить. Вот это моя рабочая рутина. И мне хочется вот куда-то сбежать. Даже там Сочи какой-нибудь, условно. Где вам больше всего нравится находиться? Вот вы по миру поездили же. Больше всего мне нравится в Японии. Потому что... Все-таки. Да. Очень спокойный менталитет. Очень красивая природа. Очень такие, ну, живописные места. Очень вкусная еда. Для меня еда это номер один. Я люблю вкусно поесть. По вам, в общем-то, и видно. Да? Правда? Спасибо. Абсолютно нет. Благодарю. Скажите, это правда, что в Японии такие маленькие квартирочки, где люди спят на ценовках, вот на одного буквально 3-4 метра? Или это миф? Это правда. Это правда, да. Ну, сейчас это как бы, ну, уже становится такого меньше. Но, да, у них очень маленькие квартирки. Для них как? Они вот работают с 8 утра до 4-5. Идут, бухают. С 8 утра? Да. На износ? Да. А потом... Почему так много суицида в Японии? Потому что, ну, они... Им все равно на себя, на свое здоровье. Они вот как, они работают, бухают, приходят в эту свою комнатушку, спят. И вот так вот все. Говорят, очень сильно пьют японцы. Это правда? Да. Они бухают прям... Круче, чем русские, да? Да. Очень часто, когда вот... Особенно пятница, суббота, просто ты идешь там по самой какой-нибудь загруженной улице, и все лежат в своей блевоте. Да? Да. Все думают то, что Япония так... А, классно. Вы меня удивили сейчас, реально. Да. Но тоже как бы со своими приколами. А что они пьют? Они очень любят... Я просто в алкоголе... Ну, саке, да. Я в алкоголе особо не это... Не шарю за алкоголь. Но... Как же он называется? Чухай? Что-то такое. Чухай это как... Ну, как я понимаю, это какой-то такой алкогольный... Не знаю, сколько там, наверное? Четыре, шесть процентов алкоголя. Но они очень много его пьют. И в итоге... Чухают, короче. Да, да, да. Да, там какой-то сок, что-то смешанное с рисовой водкой. Что-то такое. А вы алкоголь нет? Нет. Мне вообще не нравится. Ну, то есть... А наркотики? Марихуана. Разве что. Это единственный наркотик, который я когда-либо пробовала. Вставляет? Хм. Ну, прикольно, да. Что под марихуаной вы ощущаете такого, чего не ощущаете без нее? Да, на самом деле, все, что я ощущаю, как бы, в сознании, я... То я ощущаю под воздействием марихуаны. Просто это гораздо ярче выражено. Все. Ну, то есть... К примеру, я люблю смеяться. Я очень часто это делаю. Я очень люблю улыбаться. А когда я покурив марихуану, я могу прям вот ржать без остановки. Акиконь. Да, оно самое. Мне очень нравится ваша улыбка, кстати. Хочу сказать. Спасибо вам. Переходим к городам и странам. Города и странам, да. Значит, где бы вы хотели жить? Вы понимаете? Где бы я хотела жить? Может, в Японию вернуться? Нет? Нет. Нет. Вернуться прям туда жить, строить свою семью? Нет. Не хочу. Это, на самом деле, так сложно все. Стараюсь об этом не думать. То есть, страны, в которую вам хотелось бы, где бы вы хотели жить, вы такой пока не знаете. Угу. Планета Нибиру. Любимый город в России у вас какой? Любимый город в России? Ну, наверное, это Питер. Потому что он очень красивый. Мне очень нравится архитектура. Но мне не нравятся вот эти вот узкие улочки и дышащие тебе в пятки люди, которые идут прям очень близко. И низкое небо, и дожди. Угу. Ну, нет. Там бывает прям хорошая такая погода. Чаще всего, когда вот я туда летаю, там хорошо. Но как-то вот попадается, что прям ужас, не хочется даже возвращаться туда. Ну, да, Питер. Ну, и Москва. Москва, потому что очень удобно, очень много вкусных всяких заведений. Москва круче Нью-Йорка, мне кажется, сейчас, нет? Ну, не знаю, никогда не была в Нью-Йорке. В Америке не были? Нет, в Америке была, но не в Нью-Йорке. Вы и до Америки добрались? Конечно. То есть вы поездили немало, да? Я очень достаточно прям поездила, да. Скажите, пожалуйста, что вам в России нравится и что нет? Не нравится менталитет, а нравится удобство. То, что я могу сходить в любой момент на прекрасный, чудный маникюр, педикюр, вкусно поесть. Вот. Это мне и нравится. И Раф Кофе. Вы знали то, что он только в России, в странах СНГ? Ну, вот. А что в менталитете не так? Да люди злые. Как буки все. Ну, просто... Может, жизнь такая? Да. Ну, что говорить? Даже я вот прилетела с отдыха, мне нужен был сдать этот ПЦР-тест. Я пришла в клинику. Там даже японец был злой. Вы представляете? Вот. Это вообще удивительно. Да. Она меня, кстати, в тот день бабка в этой клинике накричала, потому что у меня куртка винтажная. На ней... Минты? Минты. Этот... Флаг USA. Вот. И она начала на меня что-то там бычить. А почему не герб России что-то вот в этом духе? Странно. Может, она патриотка? Да, может быть. А зачем мне это говорить? Молодое поколение. Зачем? Выбирает Пепси. Да. Скажите, пожалуйста, Путин вам нравится? Внешне, но я бы с ним не встречалась сейчас. Не в моем вкусе человек. А внутренне? А кто же его знает о внутренне? Только близкий круг Михаил. Да, чувствую, вы с ними не встретитесь и не узнаете, какой он внутренний с таким подходом. Но меня к нему не тянет. Может быть, он хочет притянуться, я не знаю. Тянет, как магнит. Что вы думаете о конфликте между Россией и Украиной? Очень грустно, потому что у меня есть и украинские корни, и русские. Есть украинские, да? Да, у меня семья, ну, как семья, родственники в Стрию, во Львове. Вот. Поэтому очень, ну, я прям злюсь, когда меня на границе там что-то допрашивают, а куда, а зачем, а если у вас родственники, я говорю, да, конечно, есть, во Львове, в Стрию, вы что, я сейчас тете Гале позвоню, ну, что? А они, ну, как-то, ну, видят, что паспорт-то русский, ну, бычат. Что на меня бычить? Я же тоже, я своя, все нормально. Но вы понимаете, почему они бычат на российские паспорта? Ну, что-то они не поделили там. Мне это как бы не особо хочу в это внедряться, но мне не совсем нужно. Просто вот обидно, что все так. Когда-то Сахалин был в составе Японии. Если японцы снова придут за Сахалином, это будет справедливо, как вы считаете? Не знаю насчет справедливости. Мне бы хотелось, чтобы Сахалин принадлежал Японии. Было бы гораздо там... Хотелось бы? Хотелось бы. Мне кажется, ну, японцы бы все там исправили, потому что сейчас Сахалин это очень... Это вообще... Природа сумасшедшая. Круто там, там действительно очень круто. Но никому не делать до Сахалина. Все вот в Москву все строят всякие парки в Москве. Всем все равно на Сахалин. А остров-то наикрутейший на самом деле. От слова икра. Наикрутейший. Да. Вам 21 год. Вы ощущаете себя взрослой? Нет. Ребенок? Да. Внутри мне колеблется 4, 5, 6. Иногда 7. Иногда и 8. Чем вы собираетесь заниматься в 30-40 лет? Вы думали над этим? Ну, сейчас я недавно закончила тестировать на себе свой бренд косметики. И я думаю, что уйду в какую-то вот такую сферу бьюти. нет? Да, конечно. Пыталась я, кстати. В 17 лет, да. Меня выгнали палками оттуда. Не знаю, там опять вот эта вот история с бабками. Меня бабки не любят почему-то. Начала кричать, что я какая-то там ведьма, будь ты неладна со мной все. А вы хотели уйти реально в монастырь? В Зачатевский монастырь, да, я туда пришла, но бабка на меня начала что-то там орать, говорить то, что я какая-то там ведьма. Не знаю почему. Одета я была обычно, как бы косынка, все нормально, все гуд. Робин. Да. Зачатевский, вы думали, там зачать можно в этом монастырье? Да, да, да. Такого же лысенька, как вы. Видите? Скажите, и так, 30-40 лет. Чем? Ну, в идеале, да, как бы у меня уже бренд косметики, я успешная бизнес-леди, у меня один ребенок, уже есть. А то и два. Может быть и два, да, вдруг у меня будут близнецы, кто его знает. Вот, красивый какой-нибудь дом с панорамным остеклением. Фейс рядом. Сейф рядом. Фейс? И сейф. Ну, там, где фейс, там и сейф. Верно. Согласна? Вы 16 лет поете. В каком стиле? Разный стиль. В основном, это поп-музыка с уклоном в какие-то 80-е, такие нулевые. Кто ваши кумиры в музыке? Очень... Вот в поп-музыке. В поп-музыке. Очень нравится... На самом деле, так все сложно. Мне много кто нравится. Но сейчас, наверное, я бы сказала, что какая-нибудь там, не знаю, Лана Дель Рей. Мне очень нравится ее музыка. Мне нравится ее музыка еще, когда мне сколько было, 12-13 лет, я прям была фанаткой. Прямо мне она очень нравилась. Я думала, что вот, когда-нибудь я пойду в Америку, я обязательно ей скажу то, что я люблю тебя. Вообще, здоровская. Потом, ну, кто мой кумир еще? Мне очень нравится Майкл Джексон. Прости, Господи. А как он, может, не нравится? Да, да. Вот. Тоже фанатка с детства. Вообще, я люблю вот такую музыку. Мне сейчас современно все оно неинтересно. А из советской, российской, кто вам нравился? Или нравится? Нравятся мне некоторые песни. не могу сказать, что все, ну, некоторые, да, Аллы Борисовны. Потом, Буланова мне нравится. Есть такая еще певица Света. Дорога в аэропорт. Вот это вот. Нет? Знаете? Нет. Ну, да ладно. Свету знаю, но она не певица. Да. Ну, у меня мама тоже Света. Вроде поет, вроде нет. Непонятно. А вы с Аллой Борисовной хотите познакомиться? Раньше думала, что хочу. Сейчас не уверена. Она просто начала ходить по всяким странным каким-то мероприятиям. Этим дешманским, никому не нужным. Зачем она в это лезет? Ты легенда, сиди дома. Ну, даже если ты легенда, дома-то сидеть не хочется. Хочется выйти. Это понятно. Просто она с какими-то сомнительными людьми там учивается. Муж молодой, в конце концов. Будет у вас молодой муж, тоже захотите куда-то выйти. Я в Смоле. Я часто не хочу. Вот. Да. На самом деле очень много всяких исполнителей. И всякие советские, зарубежные тоже. Но это все, опять же таки, в основном это вот старые такие, знаете, там 50-е, 60-е. То, что сейчас делает молодежь, это как по мне, ну, это ужас. Я такое слушать не могу. Это блевота. Вот кот нарыгал, вот этот комок шерсти какой-то вырыгал, вот это оно. Сколько у вас уже синглов и вообще альбомов? Сколько синглов и альбомов? А кто же их считал? Ну, штук 20, на самом деле, там что-то. И клипов много, да? Ну, клипов, на самом деле, не так много. В основном они все какие-то коммерческие, коммерческая история. Скажите, петь вы стали потому, что это путь к популярности или душа требовала песен? Я с детства хотела петь, и я даже помню, как я маме с папой подходила и говорила, отвезите меня на Украину, мои таланты. Хочу, не могу, разорвусь. Да. Вот. Ну, как-то что-то там говорили, да, отвезем, отвезем, так и не получилось. Вот. Много, на самом деле, что я хотела в детстве делать, но мои родители как-то, да, 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 и все. Ужас. Я такое своим детям, ну, если хочет заниматься этим, я вот, пошли, отведем. А там пусть сам решит. Вы знаете, мне очень понравилось наше сегодняшнее интервью. Да, взаимно. И знаете еще почему? Потому что я утвердился в мысли, вот я когда смотрел ваши материалы, о вас смотрел, думал, дурочка, честно говорю. Я всегда честно говорю. Оказалась умная. И я утвердился в мысли, что никогда успех не возникает на пустом месте. Если он есть, значит уже что-то в человеке есть такое, что тянет к нему остальных. Поэтому мне приятно, что я лишний раз вот эту мысль утвердил внутри. Поскольку вы поете, поскольку у вас такая шапочка красивая, то надо спеть в конце. Ну, а что же вам спеть-то? Спойте Буланову, хотите, спойте Пугачеву. Вот оно круто будет. Я даже как-то стесняюсь. Ну, что можно из Аллочки спеть? Вообще, у меня любимая песня, это, наверное, ее про Орли Кино. Она потому что так всегда забывает там. Ну, я стесняюсь. Ну, попробуйте, не стесняйтесь. Ах, Орли Кино, Орли Кино. На этом все. Ну, не могу. Я не могу. Ну, не смущайте меня. Ну, что вы. Я вон шоколадку лучше съем. Съешьте даже две. Да? Благодарю. Мыльце я все-таки заберу. Там Джо Малон. Заберите. Можно и не только мыльце. А что еще? Все, что там есть. Халатик. Можно и халатик. Я человек все-таки русский. Все, что вижу, забираю. На этой жизнеутверждающей ноте. Да. Спасибо вам. Спасибо вам. Благодарю вас. Спасибо вам за футболку. Это правда было очень, на самом деле, удивительно. Честно, я думала, что вы мне даже не ответите. А зачем? Ну, потом, понятно, вы уже сказали, что посмотрев там, сколько питпыстников надо, надо раскручивать свой бизнес. Поэтому да. Ну, нет, правда, я снимала вот когда коллаборации там с девочками, с тиктокерами, все писали про какая шикарная футболку Марьяны. Так что да. Девочки знают толк в хороших футболках. Да, да, да. Вас любят. И жаль, что в Россию нельзя заказать эту футболку. Я думаю, было бы очень много спроса на нее. Я думаю, что все впереди. Когда Россия уйдет с Украины, будет возможность всем заказать кто что хочет. Ну да. Спасибо вам. Спасибо вам. Приятного аппетита. Благодарю. Друзья, я благодарю за гостеприимство, лучшую гостиницу Украины, Киевский премьер-палас. Замечательный отель, в котором нам всегда рады. Посмотрите, какая красота. Киевский премьер-палас.